На деле огородный закон имеет множество нюансов. Он касается граждан, имеющих во владении большие участки из нескольких гектар. Закон позволяет не регистрироваться частным предпринимателям, а приобрести временный патент на сезон или год. Рязанские садоводы, реализующие свой урожай на рынках и около них, мало знают о нововведениях. Они говорят о том, что налоги нужно брать с тех, кто действительно зарабатывает на подобных продажах. У нас пенсии маленькие, я не знаю, как мы будем платить. У меня пенсии 13 тысяч. Я считаю, что для пенсионеров должна быть какая-то скидка. Стоит сказать, что встретившиеся нам женщины, которые реализуют свой товар, не попадают под новый закон. Оформлять документы и уплачивать налог на огородничество им не следует, поскольку нововведения не коснутся владельцев небольших дач с земельным наделом до 50 соток, а также тех, кто не использует наемный труд. В основном же обычные люди, продающие свою продукцию на рынке, как они сами признаются, делают запасы для себя и реализуют лишние продукты. Спрос на товар у рязанцев различный. Чеснок хорошо идет, потому что сейчас очень гриб изограничный, какой там только никакой, не знаю. Ну, чеснок хорошо берут. Ну, плохая торговля, конечно, стала. Плохая торговля. Ну, я думаю, в магазинах. Сейчас в каждом магазине стали консервированные баночки продавать. В любой магазин заходи, везде есть продукция наша такая. Только мы, конечно, вот я, например, в деревне живу, и в деревне все там прямо где-то скрывали. Наши продукции, считаю, что лучше все-таки. Закрученные помидоры, фасоль, маринованные грибы, земляная груша – это единичные товары, не имеющие красивых упаковок. Женщины надеются, что и дальше смогут время от времени продавать свою продукцию рязанцам, получая при этом небольшую прибавку к пенсии. Тем же, кто занимается продажей продукции в большем объеме, самое время заняться изучением нового закона. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».